Вот, кстати, о средствах на войну как раз дальше хотел с вами поговорить. Значит, рекордные деньги в бюджете на оборону со времен распада Советского Союза. По данным Bloomberg, сумма в следующем году превысит 11 триллионов рублей. Это на 70% больше, чем в этом году. Ну и в целом, как посчитали журналисты Bloomberg, примерно на силовые всякие органы, на оборону пойдет примерно каждый третий рубль расходов из российского бюджета. В целом, да, вот откуда эти деньги могут взять, потому что, ну, действительно, сумма такая рекордная, ну и, соответственно, где их станет меньше? Чего ожидать? То есть будут из кубышки, так сказать, из золотовалютного какого-то резерва или с фонда национального благосостояния? Или россиянам стоит готовиться к урезанию социалки? Нет, смотрите, в данном случае я бы здесь в первую очередь отошел бы от какого-то драматизма. Даже вы сейчас сказали, что на 70% больше, чем в этом году. Это неправда. Был план на этот год в размере 6 с лишним триллионов, да, но это был план на этот год. Расходы уже в августе превысили весь годовой бюджет, поэтому реальное превращение, если бюджет 24 года будет исполнен, то реальный прирост по отношению к 23-му году будет, я думаю, в лучшем случае процентов 20, и не 70. Это раз. Второй момент, опять-таки, надо понимать, что каждый третий рубль бюджета, это тоже неправда, потому что российская бюджетная система состоит как минимум из двух, а скорее всего даже из трех уровней. То есть существует бюджет федеральный, существует бюджет региональный, и существует бюджет небюджетных фондов, пенсионного, социального страхования, медицины. Каждый из них составляет, ну, приблизительно, там, последний чуть поменьше, где-то в районе 23 долларов рублей. Значит, федеральный 30, значит, региональный, где-то 20 с небольшим, и еще под двадцатку пенсионный и медицинский. И из федерального бюджета на медицину тратится порядка 10% расходов. Вот их, конечно, урежут, но это урезание на 20% федеральных расходов на медицину не означает снижение медицинского обслуживания на 20%. В лучшем случае там на 3%, потому что основная сумма финансируется исключительно из фонда медицинского страхования. То же самое по поводу пенсии. Они собираются с работодателями износами и финансируются через социальный фонд, а не через федеральный бюджет. Там есть только такие аджазменты, да, то есть дополнительные дотации на сглазирование пенсионного фонда. Поэтому, еще раз говорю, что увеличение расходов, так как оно прописано в федеральном бюджете 1924 года, оно по сравнению с 1923 годом будет замечено, но оно не является радикальным. Второе мнение, которое важно сказать, что в отличие от Советского Союза, это, наверное, самый высокий действительно оборонный бюджет с тех времен по отношению к ВВП. Но надо понимать, что абсолютный разрыв, даже вот, извините, относительный разрыв вот этих процентов ВВП, которые будут сейчас 6, да, в Советском Союзе они были минимум 15, а скорее по некоторым отчетам почти что 20. То есть даже в этой ситуации военные расходы будут приблизительно в 3 раза ниже советских. И еще раз нужно иметь в виду, тоже очень важный момент, что советская экономика была плановая, никто не знал объем этих расходов, потому что делали, составлялись плановые цены. И сколько реально стоило там ракеты или танк, мало кто понимал. Сейчас российская экономика сугубо рыночная, и собственно говоря, эта рыночная частная экономика, она спасает путинский режим, потому что частные компании являются очень гибкими, они хотят выживать, они сокращают издержки, они находят новые цепочки поставок. В общем, они перестраиваются в новой ситуации, очень эффективно. И соответственно, когда вы даете деньги в военно-промышленный комплекс, допустим, в вагон заводу, который строит танки, то это значит, что часть этих денег, которые не украдут, я думаю, там реально глуполарины могут украсть, но то, что не украли, пойдет на закупку металла у других смешанных компаний, соответственно, пойдет на выплату зарплаты, люди пойдут в магазины покупать товары, зарплаты в этом секторе очень сильно растут. В отличие, опять-таки, от советского периода, когда зарплата инженера на заводе была по всей стране приблизительно одинакова. Поэтому вот эта рыночная система, в которую включен ВПК, она позволит экономике не рассматривать расходы на военно-промышленный комплекс как чистую потерю денег. Если мы говорим, допустим, о выплатах солдатам за войну в Украине, наемникам, если мы говорим о так называемых гробовых, которые плачут их родственники, если они погибают, это огромная сумма. Это, на самом деле, действительно огромные суммы, я об этом тоже писал, и не только я один, но практически во всех регионах России, кроме 5-6 наиболее успешных, если человек 32-33 лет от роду уходит на войну и его убивает через полгода, то подъемные зарплаты за полгода, выплаты федерального пособия от президента, от Министерства обороны, от региональных властей, страховых возмещений, это, в принципе, составляет больше денег, чем он в своем регионе мог бы заработать до пенсии. Поэтому быть убитым на Донбассе для российского мужчины экономически сейчас является самым выгодным вариантом продолжения жизни. Поэтому, собственно говоря, вот эта система, она такова, что продолжать эту войну можно долго. Что касается денег, смотрите, на этом буду заканчивать. Дефицит бюджета в этом году, я лично предсказываю, его не меньше 4% ВВП, около 6 триллионов. На самом деле, оказалось, вдвое меньше, он будет чуть больше 3. На следующий год он тоже заложен в пределах где-то 2-2,5%, очень мало. Это означает, что у властей достаточно средств, в первую очередь, текущие доходы, даже не откуда брать, а просто реально как поступать доходы. Есть повышение налогов, оно идет постоянно, точечно, частным образом, но постоянно. Есть достаточно серьезный рост доходов от нефти, особенно в последние месяцы, когда ценовой потолок практически прекратился в существовании. Есть достаточно хорошая система внутренних налогов. В бюджете 2024 года, это первый бюджет за, наверное, 20 лет, в котором налоги, так называемые, не нефтяные, не связанные с нефтяным сектором, будут вдвое больше нефтяных. То есть, по сути, российская экономика, даже потеряв почти весь свой профицит торгового баланса, который был в прошлом году, она все равно стоит устойчиво. И, в конце концов, вы всегда можете деньги занять на внутреннем рынке, нарисовать, получить в центральной банке. Там есть масса, я сейчас не буду восстанавливаться, методов, не слишком проинфляционных. Поэтому, как я сказал на том же форуме вчера, вопрос, когда у Путина кончатся деньги, правильный ответ, позже того, как у него кончатся все остальное. Друзья, ваши тоже размышления по поводу увеличения бюджета на войну в следующем году, напишите в комментариях. Мы вот, кстати, о наемниках сейчас косвенно вспомнили. Давайте поговорим о том, кто даже, несмотря на свою смерть, все равно является ньюзмейкером. 40 дней после предполагаемой смерти Пригожина в сеть попала копия якобы его завещания. И журналисты посчитали, что в целом, если сложить все доходы компаний Пригожина, то и стоимость недвижимости, которая ему принадлежит, получается около 12 миллиардов рублей. И вот практически все это достанется его сыну, 25-летнему Павлу. Ну, вроде бы достанется и достанется, даже, ну, не будем сейчас обсуждать, а как же дочери и так далее. Ну, окей, 25-летнему Павлу, ну вот он уже прокомментировал якобы этот документ, по крайней мере в телеграм-каналах российских, федеральных, есть уже комментарии его. И вот этот Павел сказал, что собирается также взыскать все долги перед своим отцом. Ну, а Минобороны РФ, например, должно компании Пригожина-Конкорд около 75 миллиардов рублей. Как вы считаете, какая перспектива вообще эти долги стребовать, и к чему, в общем-то, если он действительно будет требовать эти деньги, к чему это может привести? Мне сложно сказать. Смотрите, во-первых, я полностью могу подтвердить тот факт, что империя Пригожина была очень большой и заветленной. Его контракты не только с Министерством обороны, но и контракт на поставку питания, они постирались от военных структур до структур, там, даже до московских школ, включая, да, и очень многие города, и Петербург, и власти многих регионов заключались с ним такого соглашения. Плюс к этому мы помним, что когда Путин был вне себя в ярости в связи с мятежом, он начал рассказывать, сколько денег переводилось Пригожину за организацию его ЧВК, и там тоже мелькали суммы десятки миллиардов рублей и непосредственность бюджета. Поэтому я не уверен абсолютно в том, что все услуги, о которых говорит Павел, были оказаны, но эти долги в бумажной форме наверняка существуют, потому что это могло быть, скажем так, как созданный долг для того, чтобы обеспечивать ту же самую ЧВК, потому что не всегда можно было делать это прямо. Поэтому, если говорить чисто формально, с точки зрения, я склонен доверять тому, что под миллиард долларов имущества и долгов на Пригожине было, и, возможно, в ином государстве его можно было бы востребовать. Но я подозреваю, конечно, что если сейчас родственники Пригожина или его менеджеры, его остатки в УМПИ начнут судиться с Минобороны, то, слушайте, не взорвался бы еще какой-нибудь поезд, на котором кто-то из них поедет. Потому что я думаю, что тот факт, что Путин отдаст то имущество, которое явно было Пригожинским его детям, это будет все, что они смогут получить. Бороться с государством сейчас, тем более детям такого прославленного военачальника, я думаю, сейчас совершенно небезопасно. Ну, а это вот мы с вами о наследстве говорили, а если говорить о наследии, то вот этот процесс передачи, ну, например, того же остатков ЧВК Вагнер, вот этих вот сфер, которые были за... ну, которые замыкались на Пригожине, например, в той же Африке и так далее, процесс передачи вот этих полномочий, передачи этого наследия, он уже завершен или этот процесс все еще продолжается? Я не знаю, на самом деле. И он не слишком этим интересует. Дело в том, что, знаете, наследие Пригожина фундаментальное, оно заключается в том, что, похоже, Россия теряет свою традиционную армию, которую она имела в течение десятилетий. Потому что, собственно, то, что сделал Пригожин, это был шаг даже не от призывной армии к контрактной, а от призывной армии к наемнической. И отличия очень велики. Потому что, например, если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, ну, вот, опять-таки, да, самый простой момент. Сегодня, если российского солдата убивают в Украине, его родственники получают там в разных оценках, ну, от 12 до 14 миллионов рублей. То есть это зарплата, средняя зарплата российского гражданина, ну, приблизительно там за 20 лет как минимум. Значит, если в Соединенных Штатах, где существует контрактная армия, военнослужащий гибнет в зоне боевых действий, его семья получает 100 тысяч долларов. Это, в принципе, меньше средний зарплата, среднего дохода американца, ну, где-нибудь в успешных штатах, типа Мэриленда или Нью-Йорка. Но при этом американское государство фактически берет на содержание вдову военнослужащего детей, они получают огромные, ну, приличные военные пенсии, они получают возможность поступления в университеты, огромные скидки, фактически бесплатное здравоохранение до конца своих дней и так далее. То есть вот это контрактная армия, то есть это армия, которая действительно, как говорят в России сейчас, мы своих не бросаем, то есть люди гибнут, все прекрасно понимают, что человек, который записался в армию, который получал там зарплату, ну, не слишком низкую, скажем так, но и незапредельно высокую, если он погибает, то есть он должен понимать, да, чем он рискует. Он туда идет, он рискует, он погибает, и, так сказать, его почитают везде, где только можно, там, школы, автострады, многие другие вещи называются его именами. Но так или иначе, вопрос... Но так или иначе, в итоге, вот чисто материального успеха, да, и получается в этот момент немного. Но люди, как бы его родственники, они остаются вполне беспечными людьми. В России все наоборот теперь. Теперь в России ты можешь приходить в армию, получать деньги несоверимые с тем, сколько получают обычные люди. Например, сейчас помимо тех, вот, скажем так, денег, некоторые правительства платили военнослужащие на по 200 с лишним тысяч рублей в месяц, что высокая зарплата, в три раза выше средней по России, то теперь, сейчас становится следующее возникает. Итерация, когда крупные компании, их фактически заставляют, либо мобилизовывать своих работников, и платить им еще там 300-400 тысяч дополнительно в месяц, либо просто вербовать людей, зачислять себе в штат, опять-таки платить им зарплату, помимо зарплаты Минобороны, и посылать на фронт. Таким образом, по сути, часть затрат на эту процедуру переносится на бизнес, но еще раз повторю, армия становится абсолютно не государственным институтом. Она финансируется частным образом, так сказать, люди прекрасно понимают, что они наемники, никаких серьезных изменений в системе социального обеспечения на будущее не происходит. И в целом, еще раз говорю, это очень опасный путь. Я же не говорю про то, что ученые, которых вербуют, но все равно этот путь, когда у вас в большом национальном государстве, очень сложном, появляется наемная армия, это очень серьезный сигнал. Что ж, будем наблюдать за этим процессом. Еще хотел бы с вами обсудить то, что в офисе президента Украины прокомментировали как интересный предмет для изучения психиатров. Это статья бывшего идеолога Кремля и помощника Путина Суркова, который рассказал в своем видении великого единого севера, в который может войти Европа, Россия и Соединенные Штаты. Я видел, вы анализировали уже это высказывание, оно просто не совсем вписывается, скажем так, в привычную для меня лично конву современного видения будущего России, которое в самом Кремле прогнозируют. Мы видим, контакты налаживаются с тем же югом, а здесь вот Сурков, значит, о каком-то едином великом севере, который должен противостоять глобальному югу. В целом, насколько перспективна такая идея, ну и если мы говорим в экономическом плане в том числе, потому что Сурков говорит, что должны пройти сначала какие-то ужасающие потрясения в этих, значит, и в Европе, и в США, и в России, для того, чтобы после этого они могли, значит, объединиться в этот великий север. Ну, смотрите, на самом деле я был одним из немногих, кто сказал, что эта идея не является безумной. Более того, у меня было в основном несколько статей, начиная с 2007 года в России и в 2014-2014 году несколько статей за рубежом, о том, что сама по себе этот концепт, он, в общем-то, выглядит абсолютно логичным. Но я подходил с совершенно противоположной стороны к аргументации, потому что экономически, то есть, знаете, есть два больших аргумента. Первый – мировой юг, который, в действительности, он не консолидирован, никакие БРИКСы и прочие организации не сплачивают его. Но в любом случае там живет две трети на стене Земли, эти страны обретают все большую субъектность, они далеко не всегда довольны западным миром, там, возможно, какие-то телодвижения страны Китая для его объединения и так далее. То есть, в любом случае, там неспокойно. И на этом фоне разрозненность мирового севера, она на самом деле представляется, на мой взгляд, совершенно позвонительной роскошью. И объединение этих трех больших блоков, оно вполне логично. Я исходил из того, что Россия и Соединенные Штаты Америки, как ни странно, представляют собой две окраины европейской цивилизации. Они развивались очень похожим образом, то есть, население выплескивалось из Западной Европы, через океан в Америку и доходило до Аляски, а из Москвы она выплескивалась в колониальном захвате в восточном направлении и доходила, ну, фактически, до той же Аляски. Российская и испанская граница проходила по так называемой Russian River, в Северной Калифорнии. И вот это замкнутое кольцо севера, оно, в принципе, в конце 19 века было уже данностью. И то, что происходило в 20 веке, было фактически разрушением кольца, а не подтверждением того, что его не может быть. Оно разрушалось и в причине конфликтов между Америкой и Европой, оно разрушалось и в причине конфликтов между большевистской Россией и остальным миром и так далее. Но воссоздание его, на мой взгляд, абсолютно логичная и правильная мысль. Потому что объединение военных потенциалов, потенциалов промышленных и сырьевых, людских, опять-таки, создание, все-таки эти страны объединены христианской культурой и своим историческим прошлым. Поэтому сама по себе территория кажется мне абсолютно правильной. Вопрос заключается только в другом. Смотрите, дело в том, что роль России, которая описывает Сурковь, невозможна в принципе. Он считает, что Россия, как относитель традиционных ценностей, она, значит, сплотит эти территории и придаст им новые жизненные силы. Это шизофренический бред. Этого никогда не может быть, ни в причине ее масштабов экономических и людских, ни в причине полного отсутствия какого-то морального лидерства и вообще какого-то, скажем так, ну, любой моральной адекватности даже на сегодняшний день. Но, с другой стороны, я вижу иной вариант, который заключается в том, что Запад должен после войны в какой-то мере вовлечь в себя Россию. И чем плотнее, тем лучше. Примером тому является ошибка, сделанная с Германией в 19-м году и с Павелем в 45-м. То есть, когда вы считаете, что Россия – это нормальная страна, причем, понимаете, ведь эта традиция о том, что Россия – нормальная, в начале 2000-х годов была абсолютно, так сказать, доминантной на Западе. Более того, недавно вышла книга, очень рекламируется среди нашей оппозиции, господина Гуриева, нашего известного экономиста, и господина Тризмана относительно диктаторов лжи и диктаторов обмана. Все аплодируют книжки, но я на самом деле не могу пройти в нее, не вспомнить, что господин Тризмана был идеологом того, что Россия стала нормальной страной. На этой теме была написана его блестящая статья, в кавычках «Форрин Ферр» с 2005 года, и вышло несколько книг о том, что успокойтесь, Россия нормально, там рыночная экономика, там все хорошо, права человека, выборы, все, в общем, просто прекрасно. А всего 15 лет назад уважаемый человек вернулся на 180 градусов и также срывает гонорар за выступление противоположного толка. Так вот, я к тому, что когда в 19-м году Германия была, так сказать, униженно расчленена и поставлена в зависимое положение, появился Гитлер. Когда в 91-м году все считают, что Россия нормально, она выкрепляется и все не будет хорошо, появился Путин. Да, я не буду сейчас говорить, правильно он появился, неправильно, Россия ошиблась, Запад ошибся. Сейчас это уже не важно. Но факт, что он появился, картины крайне похожи. И 1945 год показал, и война показала Западу, что нельзя иметь безопасность, имея Германию вне вашего контура политических и интеграционных структур. Германия была включена в НАТО, Германия была включена в Европейский Союз, ее опутали тучи ограничений, фактически, да, основной Верховный суд перенесся в Брюссель, и в результате Германия стала мирной страной и движущими европейским экономическим ростом. Вот я не вижу долгосрочного мира в Евразии без подобного же инкорпорирования России в структуру Запада. Силового, принудительного, может быть, через какое-то убеждение, через какой-то соблазн, еще что-то. Но это вопрос большой стратегии. Так же, как стратегия Европейского Союза, она привела к миру в Европе на 80 лет, так же и стратегия Запада в значении России после войны должна привести к глобальному миру еще на десятилетие. Иначе будет хуже. Мы не знаем, что было бы, если Германия в третий раз вышла на такой войны. А Россия вполне может это сделать. Интересный тезис, на нем будем сегодня ставить троеточие. Друзья, ваше мнение оставляйте в комментариях. Спасибо, что были с нами. Лайк не забудьте поставить, как честные люди, потому что к нам сегодня присоединялся российский экономист, социолог Владислав Иноземцев. Спасибо, что так простыми словами помогали разбираться в сложном. Подписывайтесь, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона. Друзья, увидимся. Владислав Леонидович, благодарю вас, что нашли время. До свидания. Большое спасибо. Всегда приятно. До свидания.